Все мы безумно соскучились по путешествиям. Из-за пандемии отправиться покорять новые страны пока очень сложно. Но 26 сентября на набережной спортивной гавани жители и гости Владивостока смогли на один день посетить любимые страны во время фестиваля путешествий «Фрегат Аэро». Прежде всего, цель фестиваля в том, чтобы показать жителям города, гостям города, что путешествие по миру – это безграничное. Значит, начиная с нашего города, с нашего Приморья и заканчивая любой точкой мира. Во время фестиваля гости праздника смогли узнать о популярных местах для путешествий, прочувствовать атмосферу Японии, Кореи, Малайзии, сделать необычные фото, а также уйти домой с ценными призами. Мы участвуем уже не первый год в этом фестивале. Мы представляем Корею, мы рассказываем про наши направления, про интересные места, мы раздаем всяческую информацию. По атмосфере здесь очень много людей, все заинтересованы, все ждут открытия границ, все ждут вот этого вот начала какого-то движения. Да, вот поэтому есть много заинтересованных и работать очень приятно, потому что даже несмотря на то, что воскресенье. Я уже говорил во время вступительного слова, что мы рады всегда поддержать и мы будем рады, когда приморчане будут посещать Японию и японцы будут приезжать, посещать Приморский край, город Владивосток и другие города. Продолжительные локдауны не дают нам пока максимального выбора для путешествий, но это не мешает наслаждаться историями о мире, вспоминать любимые уголки разных стран, мечтать и планировать. Мы на самом деле только подошли и уже впечатляют декорацию, очень красиво, много различных интерактивов бесплатных, это очень радует. Я думаю, что это хорошо, потому что можно узнать то, чего ты не знал о других странах, о том, что можно у нас путешествовать конкретно даже из нашего Владивостока куда-то направиться. Вот, поэтому я думаю, что это интересно будет любому в любом случае и, конечно, самый важный вопрос, когда нас пустят-то куда-нибудь. Вот, поэтому интерес больше всего просто в странах и в их информации и к тому, куда вообще стремиться, когда наконец-то границы наши откроются. В 2021 году фрегатайра говорит «Смотри и слушай мир». Екатерина Зверева, Анастасия Лихман, Новости на Восьмом.